Главная интрига последних недель, сколько будет стоить антисанкционная версия Лады Гранты, наконец рухнула. Во всяком случае, к дилерам поступили официальные прайс-листы на упрощенную версию Classic 2022 года. Напомним, что из-за санкций вазовским инженерам пришлось упростить конструкцию главного бестселлера Лады, удалив заграничные электронные компоненты. Сборка таких машин стартовала 3 июня. Антикризисная Гранта лишилась антиблокировочной системы тормозов, преднатяжителей ремней и подушек безопасности. Кроме того, из списка оборудований исчезли иммобилайзер, а также система экстренного оповещения Aero Glonass. Под капотом скрывается 90-сильный восьмиклапанник, которому достался блок управления отечественного производства. Из-за этого двигатель отвечает только лишь эконормам второго уровня или, проще говоря, классу Евро-2. Так вот, цена базового седана 675 900 рублей. Если вооружиться калькулятором, то окажется, что все перечисленные упрощения позволили снизить стоимость автомобиля примерно на 50 тысяч. Чтобы подогреть интерес покупателей, в машине присутствуют электроусилитель руля, электрические стеклоподъемники передних дверей, крепление детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок и даже аудиоподготовка. Как уверяют дилеры Lada, АвтоВАЗ настоятельно порекомендовал продавцам не задирать цены, а придерживаться официальных прайсов. Ведь иначе россияне просто не захотят покупать ободранные комплектации. Ульяновский автозавод тоже займется выпуском антисанкционной продукции. В ближайшие месяцы под маркой УАЗ будут выходить патриоты, пикапы и буханки без системы АБС, которую прежде поставлял немецкий Bosch. Он же отгружал блоки управления двигателем, но похоже, что заволжский моторный завод успел накопить некоторый запас электронных компонентов. Во всяком случае, у пресс-службы бренда нет информации об отказе от моторов Евро-5. Калининградский автотор сумел вызволить машинокомплекты из-за санкций, застрявшие по ту сторону границы. Из Европы пришло несколько десятков контейнеров, которые позволят запустить остановившийся несколько недель назад конвейер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok